Понятия красоты у разных народов отличаются. Например, европейки стремятся к натуральности, но при этом продолжают использовать декоративную косметику и проходить косметологические процедуры, чтобы добиться этой натуральности. А вот некоторые восточные девушки используют минимум косметики и никак не меняют свою внешность. В Таджикистане живет много восточных красавиц, и главной изюминкой их внешности являются сросшиеся брови или монобровь. Если мы стремимся, чтобы наши брови были аккуратными, тоненькими, тщательно удаляем волоски по контуру и на переносице, то некоторые восточные девушки наоборот отращивают волоски и нисколько не чувствуют дискомфорта от этого. В древности монобровь считалась верхом красоты. Девушки выращивали себе ее и серьезно полагали, что с такой бровью их лицо выглядит намного лучше. Постепенно представления о красоте менялись. Девушки начали выщипывать себе брови. Однако в Таджикистане некоторые девушки, преимущественно в сельской местности, до сих пор полагают, что монобровь украшает их лицо. Поэтому они так бережно отращивают ее. Некоторые девушки не могут отрастить одну бровь. Тогда они используют средства, провоцирующие рост волос, например, камфортное масло. А если и это не дает эффект, тогда остается только пользоваться косметическими средствами, черными и коричневыми карандашами, ну и тушью для ресниц. Девушки с монобровью очень ценятся на рынке невест. Жених традиционных взглядов скорее выберет себе в жены ту, у которой единая бровь. Такая девушка, по их мнению, обладает высокими моральными принципами и не пытается привлечь внимание мужчин. Современные девушки в Таджикистане, конечно, попали под влияние западной моды. Однако красавицы в сельской местности, некоторые красавицы, до сих пор полагают, что чем ближе брови расположены друг к другу, тем больше шансов у них найти хорошего мужа. Кто знает, быть может, таджикская мода распространится по всей Азии и постепенно перейдет в Европу. Ведь даже сейчас некоторые современные европейки мечтают о густых бровях и активно подкрашивают их.